Пока Россия вывозит наше зерно с временно оккупированных территорий и пытается продать награбленное, украинские аграрии под обстрелами проводят пассивную. Пшеница, ячмень, подсолнечник, рапс – это то, чем засеяли землю в этом году одесситы. А пассивной во время войны. Смотрите далее в сюжете. Пшеница, ячмень и кукуруза – это предприятие Одесской области зерновыми засеяло больше тысячи гектаров. Сейчас тут активно орошают угодья. На днях уже появились первые всходы подсолнечника, но особая гордость – рапс в человеческий рост. Главный агроном Вячеслав Конюк не может нарадоваться тому, насколько крепкие растения в этом году. Не пройти через него даже. Вот это хороший будет. Должен быть хороший урожай. А покажите, будь ласка, нам. Да, вот здесь видите, сколько завязалось, вот он цветет, сколько на нем, какой мощный стебель и сколько много стручков на нем находится. Это означает, что в стручках здесь уже завязываются плодики и вот уже здесь будут созревать семена. Но пассивная далась непросто. С началом полномасштабной российской агрессии пришлось быстро адаптироваться к новым реалиям, рассказывает руководитель хозяйства. Самое сложное было перейти в режим жесточайшей экономии, но при этом так все рассчитать, чтобы не нарушать технологию выращивания растений. Сейчас мы больше наблюдаем, анализируем, больше находимся не в кабинете, а в полевых условиях. Вместе с работниками отслеживаем ситуацию, чтобы при минимальных материальных затратах получить практически такой же точно урожай. Теперь главный вопрос, как продавать зерно на экспорт, если оккупанты блокируют одесское судоходство. Чиновники говорят, сейчас ищут альтернативу. Продукцию, например, планируют отправлять железной дорогой, автопутями или маломерными судами. Кроме того, актуальная проблема, как сохранить зерно в такой ситуации. С этой целью уже отрабатывают технологию так называемого напольного хранения. Это такие рукава, объемом до 200 тонн один рукав. Есть специальные машины загрузочные, которые загружают зерно. И остается вопрос только места, где разместить эти рукава. Это может быть какое-нибудь поле, но его необходимо подготовить соответствующим образом и охрана. Ситуация сложная, однако решаемая, утверждают специалисты. Во многом из-за невиданной консолидации аграриев, трейдеров, банковских учреждений и госслужащих. Так, в Одесской области создали единую виртуальную группу в соцсетях. И теперь соревнуются, кто кому больше поможет. На сегодня каждый аграрий может поставить вопрос, и в течение 10-15 минут он получит ответ. Необходимо финансирование, банки уже конкурируют между собой. Ему необходимы семена или топливо. Уже поставщики группируются и делают свои предложения. Кроме того, для украинских аграриев сейчас действует государственная программа льготного кредитования. Ставка при этом 0%, а государство гарантирует, что вернет банку 80% кредитного портфеля, если фермер не сможет сделать это самостоятельно.